всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел поговорить на тему линка и что это такое и почему многих с этим возникает проблема особенно тех кто только-только перешел на лоджик и начинает делать какие-то рутинные действия которые возможно привык делать других секвенсорах или смотрел в ком-то уроки и сталкивается с этой функции линк возможно случайно нажал что-то и сразу идет к нам в телеграм-чат и задает вопрос что случилось у меня не работает это или работает как-то непонятно непредсказуемо в общем в этом видео я попытаюсь во первых ответить на эти вопросы с этими непонятками но и в принципе рассказать для чего эта функция она есть довольно давно в лоджике уже больше 10 лет если я не ошибаюсь даже в девятом лоджике она была уже на самом деле функция примитивная абсолютно обычная но игру с ней с ней бывают какие-то недопонимания но в то же время в ней есть довольно интересные удобные вещи и вот об этом я хочу в этом видео поговорить доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получив все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене давайте начнем с функции link в piano roll piano roll это у нас редактор соответственно меди регионов и вот здесь это самая функция link выглядит вот в виде таких скобочек 2 ну как скобы цепи и по умолчанию они всегда включены то есть вы создаете проект создаете новый меди инструмент начинаете что-то создавать либо мышкой либо записывать с помощью медик меди контроллера у вас когда вы ну собственно это делать у вас включен link и как только вы какой-то регион выделяете он как вы видите здесь тоже отображается нажимаю на этот регион отображается этот регион и все что с ним связано но если отключу эту функцию link то теперь чтобы я не выбрал вот здесь в главном окне у меня остается на месте тот последний выбранный регион то есть который вот я на котором не функцию отключил он у меня как бы всегда остается фокусе то есть я могу здесь что угодно делать могу добавлять новые регионы мое окно piano roll а вообще никаким образом не изменится и вот как раз таки это та самая первая очень частая ошибка я уверен наши пользователи чата telegram чата неоднократно видели подобные вопросы от новичков что вот что делать я создаю новый регион у меня в piano roll показывается вообще что-то не то или там как-то ну в общем вопросы все по-разному формулируют но идея понятно что у человек просто случайно видимо отключил эту кнопку и не понимает что делать дальше вот и как бы ответом естественно является зайди и нажми еще раз на эту скрепочку и тогда опять будет вот эта связь собственно link так и приводится как связь между главным окном где у нас происходит само действие скажем так внутри ложек то есть все наши регионы аудио миди и драме регионы располагаются и непосредственно нижнее окно редактора то есть нас появляется эта связь между редактором и миди региона значит когда это бывает полезно все для чего это для чего эта функция ну во первых тут есть дополнительные возможности во первых мы можем всегда открыть дополнительное окно piano roll у нас есть закладка windows здесь есть open piano roll или горячий клавиши команд 4 то есть я могу открыть отдельное окно piano roll а в нем есть свой link кстати то есть они абсолютно независимы вот с этим встроенным окном piano roll а то есть я могу например вот здесь опять включить link выбрать например вот этот регион то есть вот он выбран отключить link выбрать уже вот этот регион я вижу продолжаю видеть вот этот вот этот вот регион но здесь в основном пианороли я могу например что-то редактировать я могу но я не знаю присмотреть какие у меня ноты в аккорде и здесь прописывать ну здесь меня барабанная партия но не суть здесь могу прописывать какие-то мелодии там глядя на ноты аккорда ну допустим если кому-то это бывает полезно либо также с ритмом то есть меня может быть здесь партия перкуссии здесь партия барабанов я могу смотреть на какие доли плюс-минус у меня приходится перкуссия, на какие доли приходится барабаны. Да, это не так удобно, как сейчас многие там, опять же, второй частый вопрос это вот, можно ли так сделать, чтобы обе меди-партии отображались, я про это наверное запишу отдельное видео, прям напрямую это сделать нельзя, такой спойлер, есть всякие обходные пути, они не очень удобные, поэтому, как правило, да, Logic за это ругают, особенно пользователи там, Fruitilux, что вот, там, такая вроде очевидная функция, ее почему-то до сих пор нет. Но, все равно, можно какими-то вот такими обходными путями, с помощью, опять же, той же функции Link, можно так делать, то есть, можно здесь одну партию расположить, здесь внизу другую партию, ну, естественно, масштаб, если там, как-то выровнять по горизонтали, да, то есть, чтобы такты совпадали, ну, то есть, да, это такой немножко колхоз, но, так или иначе, то есть, можно как-то следить за долями, смотреть, что здесь происходит, что здесь происходит, и как-то ориентироваться в обоих окнах Pianrolla, редактировать разные регионы в реальном времени, то есть, ну, таким образом взаимодействовать с окнами, и отключив вообще и там, и там Link, я могу здесь в окне аранжировки делать чего угодно, а мои вот эти окна Pianrolla внизу, и здесь они, как бы, остаются не нетронутыми, то есть, вот так это работает. Кстати, в Pianrolla еще есть возможность отображения, то есть, у нас по умолчанию, как я уже сказал, Link включен, и здесь, в закладке View, мы можем видеть либо Selected Regions, то есть, выбранные регионы, давайте я закрою это окно, то есть, у меня сейчас выбраны два региона, и у меня вот здесь в Pianrolla, в моем основном, сразу показаны оба региона, но я могу, например, сделать вот здесь View One Track, и даже если у меня будет выделен, вообще не, точнее, вообще не будет выделен регион, но выделен трек, то у меня всегда в Pianrolla будет показаны MIDI-ноты для этого трека. Сейчас, допустим, я сдвину этот регион, чтобы у нас ноты не пересекались, ну, то есть, как бы, вы видите, да, то есть, у меня получаются ноты, и видны оба региона, вне зависимости от того, выделен он или нет. То есть, у меня первый выделен, он здесь тоже подсвечивается, но я также вижу второй. Но если я здесь переключусь в режим Selected Regions, то у меня только конкретный выделенный регион будет виден, а второй, как бы, как будто его не существует, хотя он здесь вот у нас в шестом такте присутствует, но здесь, как бы, мы его как бы не видим, то есть, не нажав только Shift, добавив его сюда, теперь я их вижу оба. Ну, то есть, опять же, под себя это можно всегда настроить, как вам удобнее, то есть, либо OneTrack, либо Selected Regions. Здесь, кстати, также включается линк, то есть, это та же абсолютно функция, что и здесь. Могу здесь выключить, вот она также выключилась, то есть, здесь такая горячая кнопка, то есть, здесь это включается. Вот, это у нас, как первое, такое самое очевидное использование вот этого линка, это как раз вот для редакторов. Он, кстати, абсолютно так же работает и в Score Editor, то есть, то же самое. Могу ноты какие-то оставить, партитуру, например, какой-то партии, и параллельно, там, ну, это, наверное, опять же, удобнее в отдельном окне делать, это тоже возможно с помощью закладки Windows, здесь тоже есть у нас отдельный Score Editor, в котором мы также можем линк отключить, оставить, например, вот эту партию видимой, там, при ноте надо какие-то видеть. Ну, допустим, вы что-то играете на инструменте, читаете ноты, а параллельно записываете, например, другой инструмент уже на новый регион, и, соответственно, здесь включаете линк, допустим, вообще, там, или вот сюда, например, удаляю вот эту партию, и уже здесь что-то наигрываю, глядя на вот эти ноты, записываю как бы новый регион. То есть, опять же, имея вот этих несколько окон Score Editor или Piano Roll, можно таким образом вот работать, опять же, используя линк, и используя как бы самостоятельные окна для каждых регионов. То есть, в некоторых сценариях кому-то это тоже бывает полезно. Что ж, это была как бы первая часть нашего сегодняшнего ролика, посвященная вот линк в режиме работы с MIDI. Давайте теперь посмотрим второй вариант линка, с которым тоже сталкиваются новички. Не так часто, это чуть уже, как бы, реже встречается этот вопрос, но тоже присутствует. У нас есть линк еще и у плагинов. То есть, вот он здесь. Если его отключить, то, как бы, у нас все работает, как обычно, мы создаем или открываем новый плагин, или еще какой-то открываем. Вот у нас плагины все открываются друг над другом. Сейчас я их все закрою. Но, если я открою любой плагин первый, например, и дальше буду, допустим, выбирать конкретный трек, вот сейчас у меня выбран первый трек, вы видите, у меня здесь стоит, на каждом треке у меня стоят разные плагины. Сейчас я выделяю второй трек, и у меня автоматически открывается плагин, который установлен в тот же слот, только уже на вот выделенной дорожке. Сейчас выделяю вот эту третью дорожку, у меня открылся Fresh Air. Четвертую дорожку, открылся Infinity Q, на пятую у меня Gate стоит, потом L2 Limiter, потом Microshift, и в конце у меня Sub. То есть, таким образом, когда у нас включен вот этот линк, у меня, как бы, получается, и такая, как бы, горизонталь идет в микшере. Вот, например, я могу выделить в фокусе сейчас вот этот второй плагин во втором слоте на второй дорожке, но если я, например, нажму на первую дорожку, видите, у меня здесь ничего нет, потому что во втором слоте у меня ничего не установлено. И если я, например, сюда поставлю компрессор, то он у меня теперь будет переключаться вот между второй дорожкой и четвертой дорожкой. То есть, мы мониторим на всех дорожках второй слот инсерта. То есть, когда это бывает удобно? Ну, это бывает удобно. Давайте я вам покажу. Допустим, сейчас мы можем брать все эффекты. Я могу поставить, например, сюда на все дорожки эквалайзеры и на все дорожки компрессоры. Просто нажимаем вот на эти окошки вот эту полоску, у нас автоматически в логике создается пустой компрессор и пустой эквалайзер. И теперь я, например, допустим, у меня пишется какая-то патрековая запись. Мне нужно следить за эквалайзером и компрессором. Пока идет запись, я открываю на одном окне, вот в плагине эквалайзер на одной дорожке и просто переключая дорожки, я могу одновременно следить за эквалайзерами. То есть, сейчас это у меня разные эквалайзеры. Давайте на восьмой я такую сделаю обработку. Здесь я такую сделаю, допустим. Тут я там что-нибудь срежу. И как бы передвигаясь между дорожками, я сразу могу иметь доступ ко всем эквалайзерам, которые у меня, естественно, стоят в первом слоте. Потом я занимаюсь то же самое делаю с компрессией. То есть, вот выбрал на восьмой дорожке компрессора, здесь что-то подкрутил, например. Потом на седьмой тоже там что-то поменял. На шестой поменял. То есть, это очень удобно, вот если нужно как-то на лету быстро работать, что-то подкрутить. Вот опять же, в момент записи, или в момент даже работы в лайве, может быть, такой иногда бывает случай. То же самое работает с инструментами. То есть, я могу, например, вот на этой дорожке открыть какой-нибудь инструмент. Ну, допустим, струнные. Здесь я могу открыть, допустим, драмкит. И переключаясь между этими двумя инструментами, вот у меня будет также меняться окно. То есть, опять же, если вы играете живьем с помощью Logic через MIDI-клавиатуру, вам, скорее всего, будет удобно включить эту функцию. И переключаясь между инструментами, вы мало того, что будете менять сам звук, то есть, нажав на R и переключаясь там между треками в фокусе, если поставить, то вы также еще и переключаете сам инструмент отображения. И вам не нужно 20 раз кликать вот сюда, чтобы открыть новый инструмент. То есть, если вернемся мы в исходное положение, уберем линк. То есть, когда я переключаюсь опять на струнные, мне нужно вручную взять, открыть отдельно струнные, потом их как-то там держать в поле зрения, между ними переключаться. Ну, то есть, это не так удобно, когда вот в таких вот полевых условиях каких-то в реальном времени работаешь и так далее. То есть, в таких случаях, конечно, удобнее включать вот этот самый линк и переключаться между инструментами. И у вас, соответственно, сами инструменты тоже обновляются в зависимости от выбранного трека. То есть, это касается вот именно, скажем так, горизонтали. То есть, у нас есть горизонталь input трека, и, соответственно, если я создам еще 10 таких же дорожек с разными инструментами, они у меня все будут переключаться. А потом, когда я перехожу в режим аудио трека, я выбираю, например, первый слот меня интересует и переключаюсь на всех треках между первыми слотами. То есть, между плагинами, которые стоят в первом слоте. Ну, я думаю, здесь тоже все понятно. Очень полезная функция. Но, опять же, некоторые путаются. У них вот это включается линк, или, может, случайно они включили его. И потом они не знают, как вот хотят два плагина подряд открыть, но два плагина открыть не получится. То есть, когда у вас включен линк, у вас всегда будет открыт только один последний, скажем так, выбранный плагин. Но в то же время это удобно, если у вас мало места, например, на экране, и вы не хотите сразу заполонять себе экран кучей открытых плагинов, вот можете включить также линк, и в какой-то конкретный момент вы фокусируетесь на каком-то эффекте или плагине, и вот только его вы, собственно, и видите, кликнув по соответствующему плагину в микшере. То есть, это тоже очень удобное применение вот этой функции линк. Ну что ж, вот такой короткий ликбез, потому что, еще раз говорю, очень часто возникает этот вопрос. Вроде, ну, сама тема довольно простая и понятная интуитивно, но все-таки я решил, чтобы на нашем канале был ответ на этот вопрос, чтобы можно было на нее ссылаться. Обязательно напишите в комментариях, знали ли вы про эту функцию, пользовались ли вы ею во всех вот таких сценариях, которые я вам сегодня рассказал. Может быть, есть ваш собственный сценарий, я буду очень рад услышать. Обязательно пишите ваш какой-то опыт личный, которого я не упомянул в этом ролике. Ну и, конечно же, пишите в целом, понравилось ли вам видео, было ли оно полезно. Мне очень важна обратная связь. Ставьте лайк, если понравился этот ролик. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Здесь каждое воскресенье выходят ролики по Logic. Также выходят полезные советы Shorts, короткие по Logic. Ну и, конечно же, оставайтесь на связи, вступайте в наш Telegram-чат, если вы еще не там. Ссылка также есть в описании. Задавайте мне вопросы. И самые интересные вопросы я всегда упаковываю в такие видео-ответы на нашем YouTube-канале. Поэтому без вас контента тоже не будет. Я стараюсь в том числе помочь тем, кто только-только пришел на Logic или кто давно им пользуется и столкнулся с какой-то проблемой. Поэтому пишите. Я всегда на связи, всегда рад помочь. С вами был Дмитрий Урсул. Вам успехов в творчестве. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok